Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре внимания. Сегодня мы обсудим три важнейших вопроса. Прежде всего это дороги. Тема, безусловно, всегда актуальна. Капитальный ремонт многоквартирных домов. Сколько, где и как скоро? И, конечно, не обойдем стороной наших детей, а именно их отдых во время летних каникул. И начнем с главной беды России, которую пытаются искоренить во все века. Но получаться стало только сейчас. Итак, в этом выпуске. На улице Социалистическая кипит работа. Вот эта реконструкция, мы завершаем как раз-таки задумки вот того еще советского генерального плана. То есть это последняя улица, которая была предусмотрена в четырехполосном исполнении. Вскоре здесь построят еще одну полосу движения. Капитальный ремонт идет полным ходом. Мы перешли на более качественный уровень, когда забрали на себя функции технического заказчика. До конца года планируется обновить 166 многоквартирных домов. Летние лагеря дневного пребывания. Одно удовольствие наблюдать за тем, как ребята отдыхают. Как не просто отдыхают, но и очень развивающие вещи. В Ангарске в этом году открыты 18 площадок. На улице Социалистическая кипит работа. Вскоре здесь построят еще одну полосу движения. Проезжая часть станет шире, а пропускная способность выше. Расширение этой дороги предусматривалось еще градостроительным планом советских времен. Еще в советские годы были предусмотрены ряд улиц, в том числе это, в четырехполосном исполнении. Но вообще можно сказать, что вот эта реконструкция, мы завершаем как раз таки задумки вот того еще советского генерального плана. То есть это последняя улица, которая была предусмотрена в четырехполосном исполнении, но не была, скажем так, доделана, завершена. То есть мы завершаем расширение улиц. По проекту Социалистическую дополнят тротуар, автобусная остановка и освещение. Такие масштабные изменения произойдут и в 32 микрорайоне. Здесь идет строительство улицы Прибрежная. Всего за 2022 год глобальные изменения произойдут на семи участках города, в числе их и улицы Чайковского. По словам подрядчиков, работы здесь завершены уже на 90%. На этом участке по требованию ГИБДД были перенесены остановочные заезды, карманы на более безопасных участках. И выполнен заезд к магазину Олимпиада. В более безопасном варианте мы убрали заезд с зоной перекрестка. А это улица Зурабова. Из-за того, что с момента постройки эта дорога ни разу не ремонтировалась, в администрацию поступали десятки жалоб от автомобилистов. Асфальт здесь был уложен без специализированной подложки, а слой покрытия в некоторых местах не превышал 5 сантиметров. Сейчас работы ведутся в соответствии со всеми строительными нормами. Её, наверное, тоже лет 30 назад пали? Ну да, улица, она, наверное, ни разу не выполнялась ремонтом. Ну если один слой лежит такой. Ну да, один слой был. В те времена, видимо, хватало из-за интенсивности движения. Сегодня, конечно, интенсивность, количество транспорта, она просто в разы увеличилась. И необходимо делать уже более серьезные подходы, что мы, в принципе, и делаем. Ещё одни большие изменения ждут и улицу фестивальную. Прямо сейчас на ней вовсю кипит работа. Глава территории Сергей Петров лично проверил ход дорожно-ремонтных работ и сделал акценты на требования, которые необходимо соблюдать при выполнении ремонта. Сегодня привлечена квалифицированная рабочая сила, квалифицированные специалисты, компании, обладающие соответствующей техникой, соответствующим опытом. Поэтому мы на сегодня уже видим опережение по срокам порядка до двух месяцев идёт по контрактам. Но это, конечно, и позволило погоду. Рано начался дорожно-строительный сезон. Глава округа обратил внимание подрядчиков на соблюдение норм строительных работ и создание комфортных условий для всех участников дорожного движения, особенно для школьников и детей-инвалидов. Наталья Хмелёва, Роман Буйнов. Специально для программы «В центре внимания». За пять лет в Ангарске отремонтированы и построены десятки магистралей. В 2017 году округ активно участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». За год отремонтировали дороги на 11 улицах и начали строительство второй полосы Ленинградского проспекта. Итог работы 2018-го. Приведены в порядок 9 улиц. Через год ещё 8 улиц. В 2020 году рекордное количество магистралей, отремонтировано дорожное полотно на 15 улицах и завершено строительство второй полосы Ленинградского проспекта. В 2021 году отремонтировано 9 городских улиц и завершено строительство второй полосы Чайковского. Планы на текущий 2022 год также грандиозные. Подрядчики должны привести в порядок 17 километров дорожного полотна. Мария Константинова, Антон Бархатов. Специально для программы «В центре внимания». Нужно отдать должное тому, что благодаря развитию целого ряда федеральных, региональных и местных программ удаётся всё больше вкладывать в развитие города. Фонд капремонта не остался в стороне. Всё больше многоквартирных домов попадают в график на выполнение необходимых работ. Капитальный ремонт в Ангарске сейчас идёт полным ходом. До конца года здесь планируют обновить 166 многоквартирных домов. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Помимо ремонта фасадов, они бросаются в глаза в первую очередь. Подрядчики меняют кровли, лифты, инженерные сети. Всего более 300 видов работ. Контроль качества осуществляется практически на всех этапах, рассказывает заместитель мэра Ангарского округа Андрей Сафронов. Мы перешли на более качественный уровень, когда забрали на себя функции технического заказчика. Потому что мы здесь очень плотно контактируем и с управляющими компаниями, и с старшими по домам. И участвуем при проведении собраний. Здесь очень плотно взаимодействуем с подрядными организациями. В настоящий момент на капитальном ремонте ангарских многоэтажек задействованы 12 организаций. Будучи техническим заказчиком, администрация округа имеет возможность проверять квалификацию подрядчика. Это позволяет избежать многих проблем, таких как низкое качество ремонта и срыв сроков его завершения. Впрочем, по словам Андрея Сафронова, без трудностей не обходится. Стоит понимать, что капитальный ремонт осуществляется исключительно за счет самих жильцов. В этой связи объемные комплексные работы для жителей небольших домов с низкой собираемостью взносов оказываются недоступными. Жильцам приходится расставлять приоритеты и уметь договариваться между собой. Ну, понятно, как любому, наверное, собственнику, желание сделать как можно больше и как можно дешевле. Но всегда должна быть вот эта вот середина и соответствие технологии. Мы понимаем, что если где-то есть дефекты на кровли, то необходимо в первую очередь сделать кровлю, а затем выполнять работы по ремонту фасада, так как это будет, ну, понятно, что фасад без ремонта кровли будет опять же таки приведен в негодное состояние. Кстати, как сообщают в мэрии в этом году, собственники 27 домов решили потратить деньги на благоустройство прилегающей территории, отремонтировать дворовые проезды, сделать парковки, что особенно важно с учетом того, что на некоторых объектах ремонт придомовой территории не делался фактически с момента его постройки. Александр Бычков, Алексей Выборов. Специально для программы «В центре внимания». Я думаю, что это вообще сейчас здорово. Столько было неполадок разных, сколько было ям, не проехать, не пройти, подвески в машину уже вообще скрипели и стонали. Но сейчас вот и дома строят. Единственный недостаток, что что-то все в желтый, в желтый, в желтый цвет, как все равно на подбор. Как еще можно относиться к красоте? Красота она и есть красота. А вот чем краше город, тем веселее люди. Изменения нужны городу обязательно. Даже вот возьму свой город. Наполовину что-то так покрасили, наполовину дом такой не крашеный. Нужно, конечно. Обязательно нужно благоустраивать, озеленять. Цветочки я побольше бы везде насадила. Все нравится, город меняется. Люди хорошие, добрые, занимаются спортом. Самый лучший город. Езжу на машине. Прекрасные дороги. И просто иногда такое впечатление, что он, может быть, слишком часто даже ремонтирует. Видно, денежные средства выделяют в больших количествах. Поэтому часто и ремонтируют. У нас по соседству 81-й квартал сделали такую отличную планировку. Ну, сердце радуется. Вот единственное, что хотела бы сказать, деревья покрылись паутиной. Обработать надо. Фасады обновили. Сейчас тут дороги делают. Я обожаю наш город. Огромная работа, проводимая нашими специалистами и специалистами фонда. Вообще, все это стало возможно благодаря вот этой вот реформе фонда ЖКХ, которая была достаточно... начата очень сложно, буксовала на первых этапах. Но сегодня практически все жители уже научились пользоваться методикой, которая разработана в положениях фонда капитального ремонта. И у каждого собственника многоквартирного дома появляется возможность влиять на именно выполнение нужных и необходимых работ, которые заложены положениями о фонде капитального ремонта. В частности, мы видим, как меняется город. Это устройство не только фасадов, это ремонт крыш. И это происходит не только на центральных улицах, это происходит по всему городу. Мы можем заглянуть в любой двор, и там мы увидим ремонт. Лето – это не только отдушина для каждого сибиряка, уставшего от морозов. Лето – это возможность восстановить, отремонтировать, построить новое. И в конце концов, лето – это заслуженный отдых от уроков, домашних заданий, контрольных работ для наших детей. И этому вопросу в Ангарске уделяется значительное внимание. Очень важно понимать, что дети в дни летних каникул не должны быть предоставлены сами себе. Это скажется прежде всего на их безопасности. Именно поэтому в Ангарске открыто множество школьных площадок. Лагерь работает по программе «Морское путешествие». Теперь школа – это корабль. А на стене большая карта, где отмечен его путь. «Морское путешествие» у нас сезон назвали. Ну и в связи с этим у нас каждый день новое путешествие куда-нибудь по островам. Каждый день новый остров. Вся смена расписана. Вот сегодня у нас спортивный остров Неболейка. И в течение этого дня мы все говорили только о здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Ну и о спорте, конечно. Летний лагерь дневного пребывания «Чудеса Сибири» в школе номер один существует более 10 лет и всегда востребован. В первую смену здесь отдыхают почти 150 человек. Для того, чтобы убедиться в качестве и безопасности такого отдыха, в детские лагеря с рабочим визитом приехали представители администрации. Директора школ провели экскурсию для гостей. Показали спальные комнаты, столовые и заглянули туда, где проводят развлекательную программу. Сегодня у ребят по расписанию танцы. Ну а то, что для детей, что они в восторге, мы убедились с вами сегодня сами. То есть одни позитивные эмоции, одно удовольствие наблюдать за тем, как ребята отдыхают. Как не просто отдыхают, но и очень развивающие вещи. Программы действительно, они не то чтобы образовательные, скорее, наверное, некий характер развития по направлениям. В Ангарске в этом году открыты 18-летних площадок. Из них 15 при муниципальных общеобразовательных учреждениях. В каникулы в них отдохнут более 2000 детей. По словам главы округа, это еще одно направление работы, которым областным и муниципальным властям предстоит заняться в перспективе. Кристина Пермякова, Наталья Хмелева, Роман Буйнов. Специально для программы «В центре внимания». Лето красное, будь со мной и с вами. Наслаждайтесь прекрасным временем года и тем, как меняется наш город. Это была программа «В центре внимания». Смотрите нас на сайте actistv.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин